Нас потребовали купить билеты для того, чтобы пройти в храм, которые даже по нашим российским меркам, по меркам Москвы, стоили очень дорого. Это 70 гривен, это порядка 280 рублей, чтобы попасть в храм. Мы объяснили, что мы пенсионеры, хотели бы посетить только храм. Но, к сожалению, нас не стали слушать и сказали, что по велению благочинного со всех взимается плата. В настоящее время благочин из Севастопольского округа выехал из города, поэтому прокомментировал ситуацию по телефону. Протеерей Сергий Халюта возмущен сложившейся ситуацией, которая, по его словам, длится уже давно. Пять лет назад с руководством национального заповедника Херсонес-Таврически был заключен договор о том, что прихожане и люди, которые хотят посетить храм, должны проходить к нему беспрепятственно. О том, что деньги за вход взимаются по распоряжению благочиня, Сергий Халюта назвал открытой клеветой. Ну, прости Боже, мы с этим боремся уже, с этими, с такими явлениями уже я борюсь шесть лет. И никаких распоряжений по этому поводу, во-первых, быть не может, во-вторых, мы уже много лет обращались в разные источники органов власти о том, чтобы нам сделали отдельный вход и беспрепятственный проход к храму. И более того, мы собираем заявления, многие люди пишут заявления нам, жалобы на сотрудников Херсонеса о том, что происходят такие ситуации. Директор национального заповедника Херсонес Таврический Леонид Женько говорит, на утреннюю службу пускают всех бесплатно, а в течение дня – только после согласования со священнослужителями. У нас каждый день вход в храм до 9 часов бесплатный для всех наших прихожан. Для тех, кто проезжает позже, естественно, по просьбе наших священнослужителей, мы всех пропускаем безоплатно. Если они подтверждают, что они идут к ним в храм, мы всех пропускаем безоплатно. По словам благочиного Севастопольского округа, дорога в храм должна быть открытой всегда, не только на утренние и вечерние богослужения. У контролеров свои правила, установленные начальством. Да, дома. Девятник, давайте. А я в храм. В храм, вот он, график по графику идут. Почему? А свечку поставить просто? Свечку поставить контролер разрешила. Говорит, свой фейс-контроль на входе они проводят, потому что часто на территорию заповедника под видом прихожан проходят непорядочные люди. В Российской Федерации вход на территорию заповедников бесплатный, говорят москвичи, так и не попавшие во Владимирский собор. Они пожелали, чтобы в российском городе Севастополе горожане скоро смогли посещать Херсонес бесплатно и обратились к сотрудникам музея уважительно относиться к гостям города. Им более 30 лет прожившим в городе герои обидно слышать оскорбления от севастопольцев. На территорию Москвы, города Москвы, комплексы храмов великолепные. Есть Спасо-Бородинский монастырь, Звенигородский. И туда, на комплекс храма, можно спокойно пройти без всяких денег. А вот если там музей есть, да, администрация сама решает. Или бесплатно, или, соответственно, нужно оплачивать. Но для всех пенсионеров у нас в России очень-очень значительные скидки. Очень значительные скидки. Особенно там, где музеи. Этот случай не единичный, отмечает благочины Севастопольского округа. Людей не просто не впускают в храм, но и унижают. Вы знаете, там хамства очень много. Ну, хамство заключается не в руководстве заповедей. Там стоят две женщины, которые постоянно хамят людям. И люди, идущие в храм, знаете, я многократно сталкивался с ситуацией, когда я выезжаю или заезжаю в Херсонес, видел людей, которые стоят под кассой, под проходной. Я выходил, всегда выхожу и спрашиваю, вы в храм? Да. Проходите, пожалуйста. И они их тогда пропускают. А иначе они просто над ними издеваются. Зачем идете в храм, нашли здесь верующихся, оскорбления и прочее, прочее. То есть не просто не пускают в собор, а еще унижают людей. Благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта заявил, что будет обращаться к руководству города с просьбой сделать отдельный вход на территорию Владимирского собора.